Иван Добрый Мальчик Говорит мама, в период самоизоляции приходится непросто, потому что детей нужно чем-то постоянно занимать. И занятия эти должны быть полезными для развития. Хочется вот именно, чтобы они чему-то научились и учили маленького. Вот это вот для меня важно, чтобы они не просто бездельничали, да, там смотрели какие-то мультики, а именно учились добру, помогать, ну и соответственно и мне. Также у меня дочь стала печь кулинарную и шедевры такие делать, что пацаны, ну дома шведская стенка тоже вот это вот выручает, что они подтягиваются, отжимаются. То есть, ну, постоянно, да, книги читают и разговариваем много, играем в какие-то там настольные игры. Несколько семей, в том числе и Грудинины, ко Дню защиты детей получили подарки. Специально для многодетных в рамках благотворительной акции «Дорога добрых дел» был устроен праздник. Ежегодно фонд «Счастье и жизни» проводит свои мероприятия, чтобы каждый обрел частичку тепла. Вместе с администрацией Денцовского округа начинали целых пять лет назад. И за это время к нам присоединилось огромное количество наших друзей, добрых людей. Вот сегодня компания «Метро» собрала у нас подарочки для наших многодетных семей, для сирот, для ветеранов. День такой сегодня, грустный, дождик идет, но мы надеемся, что наши подарочки сделают кому-то настроение немножечко лучше. И у нас, соответственно, настроение хорошее за счет того, что мы имеем возможность сделать кому-то какое-то доброе дело. По словам руководства гипермаркета, в коробках, которые подготовили специально для многодетных семей, нужные продукты – крупы, мука, консервы и, конечно же, чай со сладостями. Я считаю, что это важная социальная миссия, которую компания «Метро» исполняет в тех регионах, где находится, и в частности в Денцовском районе. Поэтому я лично и также от лица компании могу сказать, что мы рады помогать незащищенным слоям населения, таким как многодетные семьи, ветераны, и по возможности сделать их жизнь комфортнее и лучше. В рамках акции «Дорога добрых дел» работа будет продолжена, чтобы радовать и помогать тем, кто в этом нуждается.